Он за шесть лет вместе с ними совершил два кругосветных путешествия. На сцене Дома офицеров необычное представление. Идет повествование о жизни революционера и просветителя Чхве-Джихёна, который после крещения получил русское имя Пётр Семёнович Цой. Память трагических страниц гражданской войны вместе с уссурийцами чтили и гости с Республики Корея. В первую очередь я бы хотел высказать слова благодарности за приглашение на театральное произведение памяти Чхве-Джихёна. Как мы знаем, в апреле 1920 года многие корейцы и русские трагично погибли от рук японских интервентов. Едва ли кто другой так истово хлопотал о делах помощи корейским переселенцам на русской земле, как Чхве-Джихён. В то время многие его соотечественники спасались в Приморье от преследования японских оккупантов. Пётр Цой был схвачен и казнён интервентами 5 апреля 1920 года. Память героя гражданской войны чтили земляки, неравнодушные граждане. Концертные номера зрителям представили творческие коллективы Корейского культурного центра. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.